приехала теща любимая цветами вот обалденные штуки кстати да вот это прям тему шурин отлично вот это кстати хорош такие это прям нормально без остановки делаю вот эти маленькие штуки они что-то так себе вот эта тема я вот этими достаю а этими можно так хоп да и внутри еще до обалденно конечно я думаю этими и будем это эдвин выбирал на что-то будешь партак этот распаковку делать дома включишь видосик снимать будешь так что это у меня в подарочки но вот это вкусный компот такой я думал ты яблоки что это такое вообще слива была это вы делали это вообще прям не вот это прям обалденная штука я он эти такие вот яблочные эти что-то не очень а вот это прям зашло откуда приспособить только да это у вас где стоял там прохладненько да но это же не обязательно прям в холод в кладовке же нормально если слишком сладкий яблочные 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 у меня вот это больше это уже оля все что можно мазать можно нормально главное зерновое прикольно оригинал вот степень обжарки нормально тройка тут видишь вот эти кофе если максимально обжарка только когда горько кофе и же много жарят но такого черного цвета горечь пить невозможно а когда вот тут тройка вот средняя обжарка вот то что надо да когда мало обжарено такой зеленовато она тоже такое чуть-чуть как эти чай же зеленая вот вкуснее же черный пить чем зеленый вот фуковь такая тоже не дожарят ну какая-то такая кислятина это горечь а вот эта середка вот вот степень обжарки тройка из пяти серединка это вот такое среднее и уже такой сладковатый эффект дает да да вот продают зеленый кофе ты уже жаришь но блин ну это знаешь как ты обязательно пережарю там знаешь какая приколюха вот это кофе когда зелено жаришь а например ты такой жаришь жаришь думай что еще мало оказывается кофе внутрь температуру забирают ты должен вовремя снять положить она как будто дожаривается как семечка дожаривается да а ты когда жаришь жаришь раз и она уже черно они что делать они закидывают вот эти в специальные аппараты точное время температура и вовремя достают и она дожаривается снаружи и помешивать я сколько-то раз там делал и каждый раз короче фигня это всех что-то пережарил что-то не дожарил потом невкусно пить огурчики каждый раз до достаем до кайфу ли мне нравится да это ваши да потому что вот эти что-то покупные они все какие-то сладкие такие да такие ну так себе нет вот это хрустящего эффекта штуки они без этого растут великолеп воду лей просто и все да эти химиката не впитываются они живут а растут и без этого у нас он и помидоры огурцы сами без всяких химиката без это всего растет и набивается водой они какие-то водянистые не хрустящие конечно у нас есть новый человек это на этот спартак на вал берез заказали и хочешь себе заказать вот и говорю это мы делали в армении много так жарят но она чуть пережарил такой из горько горько фигня беспонтовая короче лучше готова бабушка подарила прикольно как раз молоко это у нас закончилось что-то это не нам привозят ну-ка быстро уходит аж 4 банки за нескольких дней блин так я сначала брал банку потом 2 потом 3 сейчас 4 и вот открываем и нету молока думаю этой бабушке пишу говорю привезете ноги только в четверг вот корова за вами не успевает а вот кстати да вот это самый лучший крем оказался так это можно и вообще и взрослым применять для чего-нибудь да нет вообще но для чего-то для чего она вообще ну-ка течение пройдя опрелости у ребенка опрелости он там под елкой под елкой тогда свет можешь включить чтобы вот и включи это включи свет но пусть свет нажал включи чтобы у меня камера работал ключи вот и мальчишечка присыпается да да у нас так и большой красота да фотографий такой большой ой вообще ну-ка ну-ка открывай скорее 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 там типа да привез давай скорее эй да и любит давай давай ты чего здесь спать спишь ну-ка врубоню давай скорее 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 врубоню а там фотография большая была а здесь такая маленькая вообще вообще маленькая да будет еще спартак вон же вот вот пример есть но это родился больше поздоровее был может поспит мы чай попьем чуть-чуть а потом проснется и уже этот чтобы мы могли сейчас чай попить 29 сегодня под елкой наш ты дед мороз принес в этот раз нет на фотках но потом покажем те руки у него уже руки такие же длинные большие лапы по пальцам можно смотреть что человек будет большой или маленький это тоже выключили келлин побольше но тут у меня мама смотрит грибов на волю похоже у него группа крови как у оля 2 до такой угорал прикольно у тебя какие цвета получается у тебя голубые глаза но мне хамелеон они меняют одинаковые глаза да так не отвечаешь нет это у него внутри какая-то штучка ну-ка спартак у тебя вот этот глаз вокруг черненького карии эти есть штучки ну-ка у тебя такого нет нет а у вас у тебя чистые да нифига себе вот дизайнерский ну-ка идем я сюда не обращал внимание там поближе заснимать свет нет просто на меня смотри спартак приближу он у него видишь вокруг черного карие глаза а потом они распространяются и в голубые превращаются и там и там такая фишка по ходу дела битва была да может у отца карие глаза да и у тебя получается битва была и ты вообще и то и то сочетал я вообще такой первый раз вижу что даже это не обращал внимание зато как я ступишь у тебя теперь вы положите у меня уедина милана на вторая ну-ка и накидан прикольно вообще ты аккуратнее аккуратнее вы слетит да все маленькие подарочки потом побольше вот на ней конфеты самый лучший подарок вот подарок пошел уже рабочий подарок утречка его проснулся и кай тут потихонечку вот вот так все умеет зевать до чистенькие все умелись переоделись все что нужно сделали вот сейчас что мы делаем мы сделаем мамулю с маму ли там блинчик с чаем вкусненьким вареньем покушает а каракуль ждет чтоб тоже покушайте и кульки эти убрать отвыкание может спасти только мама только исключительно мама да ждем маму спасательная операция и кульки ждут мы пока удивляемся лампочки вот да сейчас привезли молоко наконец-то вчера молока не было до теща привезла ну приехала как раз попросили из магазина купить типа молоко у детей уже началась паника то что молоко нету нет молока как-то привезли три банки сейчас и вот делаем еще блины там еще есть молоко который у нас чуть-чуть кислот как раз еще можно сегодня блинчиков помог делать тебя блин не кушали даме сегодня будем кушать вот так лежим карапузим тихонечку наслаждаемся жизнью жизнь прекрасна катаемся вот на таком стуле прикольно как тебе такие катание сделал смузи из жимолости голубики и чистое коровье молоко который сегодня привезли иди там взять мама будет что-то давать чтобы да да сядь там потому что там это молоко такое вкусно да вот это прикольно смузи вот снимаем может какой-нибудь сидеть вот оля приспособление тоже я сегодня почитал в жимолости оказывается 26 процентов витамина к а витамин к в грудном молоке для ребенка которую в первые дни идет для того чтобы кровь насытилась ну как бы состав крови был такой как у взрослых людей уже сначала там только как бы плазма без жидкая кровь потихонечку она стабилизируется насыщается такая какая должна быть и вот в грудном молоке есть все эти микроэлементы и жимолость полезно кушать беременным потому что эмбриону идет вот этот витамин к и вот в больнице как раз таки хотели сделать вот этот укол витамин к в виде вакцины вот но в большой дозе в первые там несколько часов и это искусственная витамин к а нет это горит витамину она идет как и как что-то типа вакцины потому что идет в бедро в течение там это в кровь это тоже короче это впрыск определенного витамина в кровь да если витамин к стабильно идет в грудном молоке а оли как раз жимолось мы набрали много и вот так вот кушать да и в замороженном виде тоже очень полезно кушать так что вот жимолость жизни молодость именно вот в этом и фишка там как раз двадцать шесть процентов витамина к есть в день можно кушать спокойно грамм сто в жимолости а у нас этих кустов он целая куча мы там понасажали столько что будем запасаться и каждый год зимой спокойного да там еще осталось даже не дособирали вот так сейчас будем делать пирог сделал тут тесто поднялось сайра тунец вроде сайра нет скумбрия короче вот это все дело будем добавлять в пирог вкусненький пирог будем делать на домашнем молоке масло хорошее прикольно масло это последний раз вот купил его решил добавить такое какое-то швейцарское масло короче сделал тесто называется фиг пойми что ставит пирог называют тяп-ляп сейчас я что планирую делать и половину теста короче сюда просто вывалил снизу масло просто распределил жидко вот так пока что никаких правил нам не понадобится скалка долой долой эти ненужные вещь вот так просто берем вот это вот если более снял 5 секунд этот шедевральный момент момент да так вот берем просто и все это сейчас раскладываем такого вы еще не видели не повторяйте просто так вот распределяем правил никаких нет я думаю блин прикольно штуку получится я всегда всякую чепуху делаю просто так там многие все основном когда что-то готовит там придерживаются каких-то рецептов я тоже стараюсь придерживаться своих рецепт не совпадает вот эдгар придумал в блинчике ложить сливочное масло и взбивает и там получается такие маленькие крошечки как бы образуются и когда блинчик жарится это масло но внутри блинчика как будто бы такое растекается и становится блинчик но настолько воздушным и сливочным прям невероятно вкусно короче это новая фишка то что я это сделал просто случайно там написано было в рецепте 50 грамм масла а я чуть не посмотрел какого масла на всякий пожарный добавил и сливочного и оливкового всего добавил в итоге получились обалденные блины но при этом я так понял нельзя туда до сливочного слою добавлять не то чтобы нельзя но как я добавляется вообще нужно подсолнечное масло добавлять потому что ну чтобы не горела блин чтоб не горел а когда сливочное масло но типа делаешь немножко может подгорать но так как это сливочное масло оказывается у тебя внутри в тесте но это вообще другой эффект сейчас я что хотел сделать я хотел просто пирог просто пирог сделал нашел этот рецепт теста но у меня такая приколюха я не придерживаюсь граммов там сильно бьют а сколько-то молока сколько-то муки чего-нибудь в итоге тесто офигенно поднялось но насколько я понял но слишком получилось это жидко жидко но это гора это не оснащил но я так форму сейчас у меня получится как раз прикольная штука потому что я тесто просто сюда вылил да сейчас это поднимется и банк можно вот так никаких правил правил И вот этот просто сверху надо. Как говорят, все гениальное просто, да? Да. Да, походу так и есть. Там еще можно удоскать все. Вот такая жижа. А ну смотри, какое прикольное. Я что хочу сделать? Вот так. Ну типа такой фигурный изюмный тетя. Ну да. Так, смазать. Оно вообще, получается, пропитается все. И тесто внутри пропитается. Да, поднимется. Я уже это примерно понял, почему прикол получится сейчас. Можно дать постоять, да? Оно же поднимется сейчас еще. Сразу не будем заталкивать. Да, можно, да. Это тесто же, оно поднимается. Я же один раз, получается, его сделал. Оно сейчас второй раз еще поднимется. Да, чуть-чуть время подняться. И оно поглотит рыбу. Я заранее так задумал. Все, запланировал. Я все продумал. Все, да. Просто я прикидывался. Да. Это такой специальный пирог. Да? Это такой сейчас нежный пирог будет, что-то пирог пирогов получится. Это я новый рецепт открыл. Вот, что-то типа такое. Все, сейчас оно постоит, поднимется тесто. Или я даже в духовку сразу поставлю. Ну? Духовку поставим, оно поднимется. И мы запустим. Духовка. И получится просто великолепно. Будет супер пирог. Тяпляп. Все. Вот блины, которые вчера делали. Офигенные, тонкие, прикольные блины. Тоже называется тяпляп. Но очень круто. Сейчас я возьму вот такой вот блин. Также делали вчера еще батат с сладкой картошкой. И делаем прикольный бутер. Сюда помещаем. Очень полезный штуки на себя выбирать батат. Не все его, конечно, любят. Но мне нравится. Так же сыр добавляем. Чуть-чуть брынзу. Надо обрезать. Так... И вот так... А теперь взят. И вот. И вот так... И вот... Еще такая фигня, можно ее добавить, чистый пол, не знаю. Очередная фиг, пойми что. Сейчас мы его замотаем в два блина. Будет мега штукенция, вот такая вот бомбический бутер. И вот это все пошло в духовку на разогрев. Пусть разогревается, Оля тем временем поглощает блины тоже. Пусть разогревается. Пусть разогревается. Тип согрел. Сейчас будем кушать. Пусть разогревается. Что-то нереально. Очень. Да, я не знаю. Ммм, вообще офигенно. Такие эти вкусы, прикольные. Сладкая картошка сочетается с хрустящей вот этой капутой и сыром. Угу. Угу. Вообще крутяк. Крутяк где-то в ресторане это заказал. Угу. Угу. Попробуй тоже так. Хочешь? Угу. 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 Очень вкусно. Готовить это вообще не проблема. Угу. Угу. вообще такую штуку запатентовать можно ресторан вот такие что-то делать вот сладкая картошка очень прикольная штука сочетанием с чем-то соленым сюда можно вот даже соленого ложки добавить будет очень вкусно попозже у нас будет рыбный пирог там у нас комментарии писали типа у вас курт еды пусть будет так лучше пушить чем не пушить ух хорошо Тот. чай налью чаем запью и вообще будет бомбически так что сладкая картошка офигенно и и не так много ты не надо и блины тоже хочу сделаем чай пока карапуз у нас спит так чай у нас есть вот такой чай сделала будем будешь с картошкой делаешь что он просто время и тогда поймешь согрей я издалека чё ты так пирог поднялся сейчас мы его запускаем ставим ну и не знаю там минут на 40 наверно потому что в принципе там чего рыба она уже готова с консервы тесто поднимется быстро может быть я даже пораньше отключу блинчики улетают осталось чуть-чуть вот так что следующее будет пирог хлеб тоже заканчивается вот кусочки остались сегодня уже не будем делать хлеб это уже на завтра так что сегодня у нас будет пирог оля сделал тут такой бульончик простой это на больше себе сделала потому что уже от всяких там борщей все такое она подустала а кушать нужно потому что молоко ребеночку надо вот а так у нас есть еще борщец вот он не борщ а щи а нет свекольник вот так что есть что покушать молочко есть хлеб пироги и блины есть шикардос что еще надо пирог готов жарился максимально мощно в принципе нормально как-то и обещала тещина перчатка прям в тему потому что одной рукой прям вообще просто бомбически так ох как все пригодилось то обалденная вещь даже снег можно пойти чистить и точно не обожгешься вот такой вот пирог получился отлично нормально чуть-чуть вверх маленечко совсем этот коричневатый но в целом нет хорошо отличный пирог он чуток смахивать на сладкий под жаристости Играет музыка. Играет музыка. Вот так вот. Все, Миланочка кушает, ей понравился пирог. Чуть-чуть я пережарил его, но в принципе получилось хорошо. Внутри очень мягко, как хлеб. Прикольно получилось. Вот, бери еще, кушай с огурчиками, вообще бомбически. Чай наливай и пей. У нас карапузик кушал целый час. Объелся. Вот, и сейчас наслаждается жизнью. Наелся молочка, лежит. Жизнь прекрасна. Пальчиковый массаж. Вот такие ладошки у меня. Наша собачка так избалована. Пальчиковый массаж. Пальчиковый массаж. Спасибо. Пальчиковый массаж.